тема сегодняшняя как опередить конкурентов на сложном рынке недвижимости я проанализировал основные тренды которые есть сейчас недвижимости и заглянул 2017 год потому что сейчас уже осень и чем-то нам надо смотреть в будущее перспективе для тех кто меня не знает я очень коротко буквально одну минуту представлюсь я из красноярска вот так я знакомый с виталием шалаевым он тоже сам из красноярска потом развивал здесь проект в сфере недвижимости поэтому сегодня так получилось что все спикеры хорошие знакомые и автор проекта риэлтор на миллион в котором мы то что отработали в нашей компании то что внедрили нашей компании мы упаковываем это в пошаговый план и руководители компании риэлторы могут воспользоваться прийти на тренинг пройти персональную консультацию внедрить определенные инструменты из программы наши несколько слов что мы делали то есть и к сегодняшней теме к маркетингу контент-маркетингу email маркетингу маркетингу имею прямое отношение вот в предыдущие докладчики как раз про это говорили потому что ну я с 2010 года занимаюсь email маркетингом первая рассылка мы делали на смарт-респондере который сейчас вот закрывается буквально на днях и сейчас нашей базе было более 20 тысяч подписчиков сейчас правда мы количество их уменьшили там есть своя специфика работы с мало активными подписчиками но на сегодняшний день два процента жителей города читала мои обзоры цен скачивала книжки записывалась на семинары то есть по разным программам до 22 тысяч человек у нас была база более двух процентов мы напечатали книжки небольшими тиражами вот как александр рассказывал это формат как купить квартиру как продать квартиру как обвинять квартиру и это живой тираж то есть мы напечатали это было более 70 тысяч журналов уже далеко за миллион экземпляров ушло и тысячи видео на двух каналах у нас больше тысячи видео и десятки семинаров и вебинаров это я все проводил то что мы отработали то что хорошо внедрялась это мы все упаковали в тренинги упаковали в программы и в общем то все запустили в работу теперь перейдем к основным трендам ну я слайд тогда покажу это была информация по автобусному туру мы проработали там что 80 наверное этих автобусных туров сделали распродажи уже наверно больше двенадцати там семинары проводили только я там наверно порядка 15 семинаров провел как для клиентов сейчас наши руководители офисов проводят теперь основные тренды очень важно посмотреть как изменилось поведение клиентов как изменилось поведение клиентов на рынке и что вообще что происходит сейчас на рынке недвижимости во первых я свой анализ когда в начале виталий спрашивал сколько времени клиенты принимают решение кто-то говорил две недели кто-то говорил там 10 кто-то говорил два месяца я анализировал наших подписчиков кто скачивал обзоры цен я скачивал я смотрю кто скачивал обзоры цен и а я с ними переписывался и обратил внимание на тот факт что люди как правило порядка пяти шести месяцев за пять шесть месяцев до того как принять решение о покупке квартир этих клиентов не видите вы просто их не замечаете это люди которые мониторят рынок это люди которые изучают рынок но они не торопятся подавать заявку и вот получив какой-то полезный контент получив какую-то полезную информацию они себя объявляют они говорят что да максим вы знаете я хочу вот сейчас я получаю письма я хочу узнать и осенью купить квартиру вот желательно до нового ну к концу вот этого года понятно что они бывают и два года принимают решение но мы говорим о том что мы говорим о том что люди выбирают 36 месяцев поэтому на что я обратил внимание на то что клиенты но сейчас часто жалуются стали умные то есть они готовятся они читают скачивают пробуют что-то анализируют рынок изучают и получается так что при встрече с клиентами получается что при встрече с клиентами они знают при встрече с нашими риэлторами они знают больше чем наш риэлтор клиент изучил всю информацию он проанализировал он возможно он заблуждается скорее всего он заблуждается 99 процентов что он заблуждается но он выходит с позиции что он все знает И поэтому, когда он встречается с риэлтором, который не занимается, как в предыдущем докладе говорили о контент-маркетинге, который не позиционирует себя, который не отстраивается от конкурентов, который только рекламирует с квартиры в публикациях своих в социальных сетях, то получается вот такая встреча. Это картинка с текстом, который создавал О'Гилви. И здесь написано, перевод, мелко написано, но суть ее в чем? Я не знаю вас, я не знаю вашу компанию, я не знаю, чем вы занимаетесь, я не знаю ваши продукты, я не знаю, кто вы, что вы и что вы хорошего для меня сделаете. Итак, что вы хотите мне продать? Вот приблизительно с таким клиентом сталкивается риэлтор, если он не ведет такую подготовительную, серьезную работу. Кто согласен с тем, что клиенты стали больше читать, больше смотреть, больше анализировать информацию? То есть если они... Да, да, на это обратили внимание. Но как... Да, ну у меня на эту тему есть немножко еще другое мнение, но это не сейчас я буду рассказывать. Это, скажем так, на это мы обратили внимание. Хорошо, будет повод для следующей встречи, настолько ли умные наши клиенты. Это первый момент. Дальше клиенты стали спящими. Они стали долго думать, они нерешительны, они безразличны, они чувствительны к ценам, они снимают объекты и заявки. Позвонил человек и через какое-то время он забыл о том, что он уже нам звонил. Мы ему говорим, он оставляет заявку, я хочу купить квартиру, если она будет, грубо говоря, 2,5 миллиона стоит, то я бросаю все дела и прибегаю к вам. Вы находите ему такую квартиру, показываете, а он равнодушно смотрит и говорит, я поеду в отпуск, через месяц вернусь и будут думать. Спящие клиенты. Но эта проблема связана с тем, что цены перестали расти, а в большинстве регионов они снижались. И понятно, что было легко продавать, когда цена в этом месяце, квартира стоит 2,5 миллиона, через месяц 2,600, потом 2,700. И продавать было очень легко. Мы говорили клиенту, слушайте, вы не сейчас купите, так вы купите через месяц на сотню, на две дороже. Все, это стимулировало людей к покупке. Сейчас, естественно, люди ожидают, люди в таком формате. Ну и есть люди, которые волнуются, есть люди, которые переживают, а есть просто, которые впали в такое состояние, как один клиент мне написал, я, конечно, хочу обменять квартиру, обменять, не продать, не купить, обменять квартиру. Но вот какой-то сейчас рынок, я хочу понаблюдать, я вот сейчас посмотрю, чем это закончится. Не совсем понимаю, вот при обмене квартиры человек меняет шило на мыло, вот как влияет на него рост цен, падение цен, человек пытается из одной квартиры переехать в другую. Вот не совсем я понимаю, но вот сейчас такая неопределенность на рынке, он написал, неопределенность на рынке, я хочу понаблюдать, что сейчас будет. Вот приблизительно такой образ, такая картинка у меня сложилась. Если вы таких клиентов видите, то еще раз плюсик поставьте, чтобы, может быть, они только у нас такие клиенты водятся, а они в других городах таких клиентов нет. Ну вот видите, мы знаем, что такие клиенты все-таки есть не только в Красноярске. Это хорошо. Точнее, для нас это не очень хорошо и отлично. Ну, небольшое отступление. Я когда проводил конференцию для наших краевых риэлторов, там такую фразу мне одна из участниц сказала, вы знаете, в нашем городе такие клиенты, ну таких нет нигде больше, продавцы хотят продать квартиру дороже, чем она стоит. Я говорю, ну вы знаете, ну действительно, вот таких клиентов больше нет нигде, только в вашем городе хотят продавцы всегда продать квартиру дороже. Во всех остальных городах они сбрасывают ее в полцены и платят риэлтору безумные комиссионные. Ну понятно, что каждый человек считает, что его город уникальный. Хорошо, идем дальше. Потому что информации много, я и так голопом по Европам бегу. И мы замечаем, что в последнее время выросла конкуренция, причем демпинговая. Много сотрудников, много риэлторов, уходя из компаний, в частные маклеры пытаются конкурировать. Мы видим, часть компаний выходит на рынок с демпинговыми предложениями, которые ниже, чем естественные тарифы, которые были уже. И мы видим, что появились компании, которые выполняют какую-то часть работ, какую-то или проверку, или подбор вариантов. Ну в общем, в этом направлении мы видим, что несмотря на то, что количество компаний уменьшилось на рынке, где-то в среднем процентов на 15, на 20, в некоторых городах еще больше, мы видим, что и количество клиентов потенциальных уменьшилось, поэтому конкуренция стала еще жестче. И это привело к тому, что возросла стоимость рекламы. Если вы размещаетесь на Яндекс.Директе, если вы размещаетесь в Google AdWords, если вы размещаетесь в социальных сетях и не сильно детально таргетируете вашу рекламу, если вы не сегментируете категорию прям тонко-тонко-тонко, если вы ее не нарезаете, сейчас я камеру поправлю, одну секунду, то стоимость рекламы для вас возрастает. И получается ситуация, при которой расходов больше, а прибыль меньше. И еще на два факта я хотел обратить ваше внимание. Это специфические партнерские отношения, которые сейчас встали. Почему я вот на этом хочу сделать акцент? Потому что те инструменты, о которых я буду говорить, они напрямую с этим связаны. Партнерские отношения. Я буду говорить про банки и буду говорить про застройщиков. С одной стороны, они заинтересованы в потоке клиентов от агентства. И я обратил внимание на то, что по многим позициям мы даже улучшили условия договоров за период последних два года. Появились застройщики, кто с нами не хотел работать. Часть застройщиков увеличила комиссионные. Поэтому здесь проблем, в общем-то, нет. Есть другая проблема. Эти компании перехватывают наших клиентов. Если вы это не видите, это не значит, что этого нет. Кто понимает, о чем идет речь, поставьте плюсик. Я перейду к следующему слайду, станет понятно. Понятно, да? Сегодня как раз выступал Виталий. И он как раз рассказывал про систему соцфишинг. Я думаю, что как раз я параллельно создавал эту презентацию. И что такое соцфишинг? Фактически клиента застройщик вычисляет. И клиент зашел к нам, он договорился с нашей компанией. Он говорит, да, я поеду, я готов с вами заключить договор, купить у застройщика квартиру. Но он что-то вдруг вспомнил, захотел зайти еще посмотреть фотографии, еще что-то, попадает на страничку со строителями. И ему приходит смс, ему приходит звонок. Современные технологии позволяют без того, что человек вообще нигде контакта не оставлял, позвонить ему по телефону. Если, естественно, где-то вы раньше засветились в социальных сетях. Я зашел на сайт застройщику и получаю смс. Для вас есть специальное предложение по трехкомнатной квартире. Такая-то, такая-то скидка. Только вот приходите напрямую один, без риэлторов. Ну, вот здесь ситуация такая, она не в нашу пользу. И, наконец, если... Ну, я думаю, что вы с этим сталкивались, либо если не сталкивались, то, может быть, вы это просто не заметили. Но я уверен, что большая часть застройщиков такими инструментами пользуется. И, наконец, вот, например, в нашем городе, зайдя в отделение одного из ведущих банков, вы можете увидеть каталог квартир, которые предлагаются со скидкой от застройщиков. То есть, если вы приходите в банк, приходите в банк без риэлтора, то квартира обойдется вам дешевле на те проценты, которые они выплачивают риэлторам. И мы выступали, скажем так, с протестом вот такой системы. Нам сказали, что, ну, ваши же клиенты не приходят к нам в банк. То есть, получается так, что клиент, пришедший в банк, получает более выгодное предложение. Это, конечно, для нас не очень хорошо. И еще один момент, который вот этот появилось только в последнее время. Это появилось только буквально... Появилось буквально, ну, несколько месяцев, полгода, может быть, назад, меньше, чем год. Появились новые серьезные угрозы для руководителей агентств недвижимости, которые мы не можем не учитывать. Они подкрались к нам очень незаметно. Это не было революцией, это не было каким-то вот таким, знаете, катастрофой, которой за одну минуту мы бы мобилизовались. Это идет постепенно. И, знаете, как лягу, этот, притча о лягушке, которая попала в теплую воду, и мы этот период пропустили. И вот типичные симптомы, это если в вашей компании тяжело идет набор новичков, при том, что устраиваться особенно некуда. Согласитесь, что вакансий на рынке труда больше не стало. То есть нет, вот, если раньше мы понимали, что людей переманивают в другие сферы продаж, то теперь мы видим, что количество вакансий все равно сократилось. И тем не менее, новичков, я не могу сказать, что стала вот прямо очередь. К нам не стоят очереди. Хотя у нас можно заработать. Реально снизилась выживаемость стажеров. И не приходят опытные риэлторы. Вот, если эти симптомы есть, то это значит, что мы вплотную, если вы это ощущаете, возможно, вы это не почувствовали. Возможно, в вашей компании это не... Вы каким-то образом интуитивно, возможно, подстраховались, и у вас это просто не коснулось. Но это замечательно, это хорошо. И вот вы просто, ну, скажем так, заметили приближение, возможно, что-то изменили в своем работе. Поэтому я сделаю сейчас небольшое отступление. Я просто не буду уходить в сторону, не рассказывать об этих проблемах, потому что тема все-таки сегодня маркетинга. Но просто вот этот момент я планировал включить в презентацию, но из-за того, что я выступаю с этим докладом на конференции в ближайшем, я сдвину. И поэтому я предлагаю задуматься о защите бизнеса. С этой темой я буду выступать на конгрессе в Санкт-Петербурге. Если кто сегодня смотрит, то я приглашаю, там регистрация завершена, но если подадите заявку, то, скорее всего, вас каким-то образом примут. Возможно, кто-то откажется, возможно, ну, какие-то есть варианты, да. И это первый момент. И второй момент. Мне нужно просто с организаторами утрясти, вот, потому что часть материала, они будут вести запись, как раз буквально на днях мы определились. И вот, что можно будет потом из этого, скажем так, семинара говорить, что нельзя говорить, чтобы, ну, есть определенное разграничение полномочий, поэтому я предлагаю, вот, если эта тема интересует, если тема вот тех угроз, которые сейчас нависли, которых я пока не говорил, но тема очень специфическая, она для руководителей, и если эта тема интересна, я сброшу ссылку, вы просто зарегистрируйтесь, как у меня определится ситуация, я вам это видео отправлю. Если мы утрясем вопросы с организаторами, сейчас буквально одну секунду я вам сброшу, и мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Одну секунду. Я сброшу это в чат, вы посмотрите, и мы идем дальше. Вот там ссылочка есть. Значит, и идем дальше. Значит, как пытаются решить руководители, они набирают большое количество стажеров, да, не получилось из 20 набрать, все ушли. Ну, давайте попробуем из 50, давайте попробуем, ой, прошу прощения, а, да, нет-нет-нет, я не ту ссылку поставил, прошу прощения, прошу прощения, я не поставил ту ссылку. Так, подождите, одну секундочку. Я скопировал не ту ссылку, я сброшу вот так. Сейчас мы скопируем. Вот такой вариант, вот так она идет. Хорошо. И что получается? Набор или второй вариант, тренировка сотрудников, она тоже не приводит к ничему хорошему, если не выстроена система маркетинга. Потому что сотрудник набирается опыта, и представьте себе футболиста, которого вы воспитываете, которого вы тренируете, в какой-то момент он стоит и уходит, говорит, нет, все, я буду работать в другой компании, я буду работать сам на себя. Ну, представьте, футболиста, ну, Месси, Рональду, которые встали и ушли. В спорте, в спорте они защищены контрактами. А чем защищен руководитель компании в то, что он инвестирует деньги в обучение сотрудника? Получается фактически ничем. Вот как раз в этих видео я буду рассказывать о том, чем защититься руководителю компании, есть ли методы защиты. И здесь получается обманный путь, что человек говорит, знаете, мне чуть-чуть не хватает, мне только надо чуть-чуть сотрудников набрать. Второй вариант, наберем риелторов, да, они сами найдут клиентов. Риелторов с возражениями научить, тоже поступают постоянно заявки, говорят, слушайте, у меня риелторы получают сотни возражений, вот научите их отрабатывать. То есть, по большому счету, здесь проблема-то на самом деле в другом. Я предлагаю комплексный подход. И сейчас я покажу несколько примеров, что можно сделать для того, чтобы, скажем так, сократить риски, которые сегодняшний день нависли над бизнесом недвижимости, именно для руководителя агентства недвижимости. Я не буду здесь, естественно, в рамках этого вебинара, у нас не получится сильно подробно рассказать, поэтому будет голопом по Европам. Я расскажу только несколько инструментов, и станет понятно, в каком направлении двигаться. Итак, что делать? Первый вариант – это концентрация усилий. На этой фотографии, если вдруг как-то вот вы так посмотрели, и непонятно что, это лупа, с помощью которой можно разжечь огонь. Если мы концентрируем усилия, то мы можем добиться феноменальных результатов. В большинстве своем риэлторы не могут сконцентрироваться. Они напоминают Матроскина, который пытается рассказать, что он еще и вышивает крестиком. Недавно ко мне подходит риэлтор, который сначала продает квартиры в одном районе, потом говорит, слушайте, у меня появился коттедж, вот загород, вообще в другом совсем, это другая часть города, это вообще загород. Вот коттедж, хороший, знакомый, лояльный, вот Александр говорил про рекомендации, вот будет продавать коттедж. Нет ни клиентской базы, ничего, ничего, ничего. Потом этот же риэлтор приходит, да, еще один знакомый будет продавать склады. И вот в таком формате, конечно, риэлтор ничего продать не может, и компания, если бросается из стороны в сторону, то результатов не бывает. Мы говорим о концентрации силы. Если вы помните книжку, фильм, историю про 300 спартанцев, то 300 человек, занимающие очень узкую ограниченную территорию, способны противостоять давлению, скажем так, крупных компаний. То есть, образно говоря, если компания сосредоточила свои усилия на определенной категории клиентов, если компания стала лидером в одном из сегментов, то не факт, что лидер, самая крупная компания в городе, сможет ее оттуда выдавить. Вспомните фильм, вспомните старый фильм, вспомните книжки, вспомните историю, что перевес здесь нивелируется. Мы говорим о концентрации усилий, это позиционирование. То есть, как вы отстраиваетесь от конкурентов. Почему? То есть, клиент, если понимает четко, почему он должен прийти к вам, а не к другой компании, то многое становится понятным. Специализация. На каких услугах вы специализируетесь, что вы делаете, а следующий пункт, чего вы не делаете. То есть, если вы отсекаете все лишнее и говорите, я работаю только с определенной категорией клиентов, я работаю только с определенным районом, я занимаюсь только определенной помощью в определенной, допустим, сделке, вы занимаетесь арендой, продажей или продажей квартир в залоге. То есть, какие-то варианты есть, какие вы выбираете, это, что вы выбираете, это уже второе, межрегиональная сделка. В общем-то, каждый выбирает для себя. И концентрация усилий приводит к хорошим результатам. И здесь мы говорим, что бороться за лидерство, мы не говорим на всем рынке недвижимости. То есть, понятно, что сложно стать компанией номер один во всем городе, в регионе. Понятно, что в Москве, ну, как бы, не совсем реально сейчас стать номер один во всем, на всей территории Москвы, но вы можете выбрать узкий сегмент, тот кусок, который, скажем так, вы сможете спокойно обработать и переварить, и бороться в этом сегменте за лидерство. И здесь получается, почему нужно бороться за лидерство? Да потому что несоизмеримые получаемые результаты с теми усилиями, которые вы вкладываете. Болт пробегает. Вот, Александр, я вас попрошу, вы режим карандаша включаете, и все время ваш карандаш на презентации. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо? Да-да-да, вот так. Значит, и что у нас получается? У нас получается, что и вы вкладываете, то есть первое место занял Болт, получает гигантские гонорары, насколько я помню, там 30 миллионов долларов в годовой контракт, при том, что 4-го, 5-го, там, даже 3-го участника, мало кто знает, кроме специалистов легкой атлетики. То же самое и в недвижимости. Если вы номер один в сегменте, вы собираете все сливки. И в этой ситуации под ударом средние компании, которые не сконцентрировались, и в то же время у них высокие расходы, у них есть там отдел маркетинга, у них есть юристы, у них есть там оформители документов, у них есть там маркетологи. Ну, вот так получается. А нет эффекта масштаба. То есть компания не захватывает большую долю рынка и нет преимущества лидерства. Поэтому получается, что компания сильно проседает. И если мы представим, к какому врачу мы обратимся, то мне примеры легко представить, потому что я сам врач по образованию, и нам легко понять, к какому врачу мы обратимся, который сегодня лечит людей, завтра животных. Сегодня роды принимают, завтра зубы удаляют, либо специализируются на каком-то конкретном заболевании, а возможно среди определенной возрастной группы. Есть врачи, специализирующиеся на лечении пожилых людей в конкретных заболеваниях. Поэтому, естественно, мы обращаемся к профессионалам, естественно, мы обращаемся к специалистам. И здесь второй вопрос. У кого выше доход? Доход выше, получается, у профессионалов. И это факт. Я думаю, что все это прекрасно понимают. И теперь о специализации. О специализации. Что может быть? Специализация на услуге. Сейчас, одну секундочку. Специализация на услуге. Специализация на категориях клиентов, либо на территории. Напишите, пожалуйста, в чате, кто специализируется на одном из трех. Можете 1, 2, 3 или минус поставить. То есть, есть ли у вас специализация на услуге, либо специализация на категориях клиентов, либо на территории. 1, 3. Отлично. Хорошо, хорошо. Сегодня получилось, у нас участники продвинутые, что у нас есть специализация по категориям. Отлично. Я приведу три примера. Приведу три примера. Первый пример – это более подробно на эту тему. Есть материалы, вот я ссылочку сбрасывал. Ссылочку сбрасывал. Там есть, называется, о конкурентной борьбе. Подробно, 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 подробно. Мы эту тему разбирали, там порядка трех часов. После этого я проводил еще один вебинар. И там тоже мы разбирали на путь лидера, мы разбирали тему специализации. Если кому интересно, там есть список этих мастер-классов. Сессия просто как короткие выжимки. Вот агентство недвижимости «Держава». Есть православный отдел у агентства недвижимости «Держава». Это специализация на категории клиентов. Они говорят, наш отдел сотрудничает с радио «Радонеж», «Народное радио», газетами «Радонеж». К нам обращаются работники московской патриархии. Все. Они, это подобранные сотрудники, работают специально с категорией. Насколько я помню, там письмо патриарха с благодарностью. То есть есть это целый отдел, насколько я помню, там человек или 20, или 30, которые специализируются на оказании услуг определенной категории клиентов. Это очень сильный, который вот с этими, до этих клиентов, скорее всего, есть шанс, что вы просто не достучитесь. Потому что вот сотрудники, скорее всего, могут пересечься с этой категории. Они придут в храм, они придут на праздник, они придут просто встретиться с людьми, просто возьмут телефоны, просто организуют встречу с приходом. И на этих клиентов вы выйдете. На них очень сложно выйти. Особенно если клиенты потенциальные знают, что такой отдел есть. Особенно если они разместят объявления в храме, то перебить это будет очень сложно. Это первое. Второе, интересный пример. Просто мы занимались подобной темой. У нас была работа с проблемной недвижимостью, агент эстет. Я не знаю, как сейчас успешно или неуспешно эта компания работает, но компания позиционирует, что да, если у вас есть проблемы, если сложная квартира, если вот какие-то проблемы, то вот обращайтесь. Это специализация на услуге. Есть еще специализация, территориальная специализация. Это самый простой способ. Самый простой. Потому что здесь просто выбирается территория, вы ее хорошо изучаете и дальше начинаете стыковать покупателей и продавцов. Все-таки сложнее войти в нишу определенную. Ну, понятно, что если, как один из наших сотрудников, он владеет языком глухонемых, слабослышащих, то понятно, что ему в эту аудиторию войти легче, чем кому бы то ни было. И вот я приводил пример. Просто это вот один из наших офисов и практически все сделки. Вот это весь наш город красным обведено, а заштриховано это тот район, который контролирует наш офис и в котором проходит у него порядка 90% всех сделок. Вот они не распыляются по всему городу и большинство сделок проходит вот здесь. Что дает участковый риэлтор? Участковый риэлтор дает экономию сил, времени и денег. Сотрудник быстрее становится профессионалом и быстрее отстраивается. Отстройка от конкурентов происходит намного быстрее и качественнее. И самое главное, что заявки от продавцов-покупателей у большинства риэлторов, это как вот такая вода в решето, вода в сито, они большинство заявок просто теряются. Здесь же все подходит к безотходному производству. Каждый покупатель, позвонивший по квартире в этом районе, может быть взят в обработку. Каждый продавец, который продает квартиру в этом районе, получает, он выходит, скажем так, попадает тоже в вашу базу. Вы уже работаете со всеми клиентами. И, естественно, здесь проще настроить рекламу. Вы можете настроить рекламу как в своей компании, себя, своего бренда. Я приведу несколько примеров. Вот, в частности, был создан сайт, вот Александр Мальцев создавал сайт, он создал серию сайтов о Кутузовском проспекте. Информация о домах, о там, какие сделки проходили, какие сделки не проходили. То есть подробная информация о конкретном доме. И, ну, я посмотрел там несколько сайтов, 22 дом, 26 дом. То есть это территориальная специализация. Дальше я не буду эту тему сильно дальше углублять. На эту тему можно говорить вообще очень-очень-очень долго. Я поговорю о знании клиентов. Вторая очень важная тема о том, насколько мы знаем клиентов. И есть одна особенность нынешнего времени. Вы обратили внимание, что самыми богатыми компаниями мира стали компании, которые не просто высокотехнологичны, они знают о своих клиентах все. Facebook знает практически все о том, какие сайты мы заходим, что мы читаем, где мы находимся, с кем мы переписываемся. Это что он еще знает? Да практически все знает. Google. Google знает все наши запросы. Google, если у вас телефон на Android, он понимает, что вы скачиваете, что вы запрашиваете, какие приложения вы скачиваете. Если вы почтой пользуетесь, то он там что не пишет. То есть он знает все. То же самое Apple. Понимаете, в чем смысл? Что эти компании могут очень точно, очень дифференцированно делать предложения тем или иным клиентам. Я недавно записывал видео, очень большое видео на этой тему. Вообще, что мы должны знать о клиентах? Я покажу, какие варианты, что Facebook мне подсказывал при создании рекламы. Понятно, что полвозраст, дни рождения и так далее, это настолько базово, это настолько банально, что об этом даже не хочется говорить. Что мы должны знать о клиентах? Это проблемы, переживания, тревоги. Что они ищут? Как они формулируют свои запросы? Проанализируйте, я этот, Яндекс, как, вылетело из головы список поисковых запросов, которые делает Яндекс. Да, в конце дня мысль сосредотачивается на презентации. Wordstat, все точно. Спасибо, Макс, спасибо. Посмотрите, какие проблемы, какие переживания, что люди спрашивают. И вы увидите, что ваша точка зрения, если вы этим не пользовались, то пора этим заняться. К чему люди стремятся? И это только начало. Я просто покажу несколько примеров. Я записывал видео, в котором показал, проанализировал всю рекламу, которую мне показывает Facebook. Возможно, вы его видели. Да, сразу три человека, сразу мне написало, два Дмитрия написало, что Фордстат. Отлично. Значит, слушайте внимательно и за ходом мысли следите. Значит, я покажу просто некоторые примеры, что мне показали. Я проанализировал, что, в принципе, за несколько, три дня я наблюдал. И за три дня я посмотрел, что, в принципе, ни одной рекламы какой-то левой, какой мне была бы неинтересна. И по которой я потенциально не мог бы кликнуть, такой не было. Вот проанализируйте, что вам показывает Facebook, и вы увидите, что там достаточно четко подобрана реклама. И если вы воспользуетесь, в частности, рекламой в социальных сетях, то вы тоже сможете ее правильно настроить. Я заходил на сайт колл-трекинга, и мне тут же показали рекламу. Я покупал когда-то Apple MacBook, и, скорее всего, попал в список посетителей. У них вышла там какие-то рассрочки, акции. Я, в принципе, один из MacBook'ов я покупал, также кликнул по рекламе, у них была интересная акция. Я купил года два назад или три. Вот, скорее всего, я попал в их базу данных. То есть мне показывают это явление. Дальше на коучинг Ицкака Адизеса в компании в этой я оформлю на подписку. То есть они не... Сколько раз можно человеку отправить письмо с напоминанием? Ну, каждый день уже сложно человеку слать письма. А здесь вы можете напоминать ему практически по нескольку раз в день. GetResponse. Вот здесь была небольшая ошибка. Я просто на другую почту зарегистрировался все-таки в GetResponse. Я давно им пользуюсь. Но они мне показывают, потому что другой почтовый ящик был учтен. Ретаргетинг тоже. Да, я зарегистрировался, интересовался ретаргетингом в одном из сайтов. Да, я интересовался страховкой. Они мне тоже показывают. Переезжаем с одного сайта на другой. Буквально через несколько минут мне начинают показывать уже на полный сайт уникальным контентом. На сайте мне прислал один из, тоже интересный момент, один из сотрудников прислал на одобрение, хотят купить они в офис компьютеры Asus. Они говорят, Максим Петрович, посмотрите, вот у вас есть там, по какой цене можно купить этот Asus. И я смотрю, через пять минут мне начинает показываться вот эта реклама. Купите Asus и... И, наконец, последнее. Мы попали под атаку. На несколько компьютеров пришли письма подозрительные. Я вовремя удалил это письмо, не стал открывать, хотя было оно подписано хорошим знакомым, но я увидел ошибку в подписи и удалил его. Несколько офисов такие письма прошли, и мы попали под... То есть, ну, короче, часть информации потеряна, там были сложные такие. И тут же через час-два я вижу вот такую рекламу, что защититесь от угроз. К чему это я все говорю? Что рекламу вы можете настроить по полувозрасту. Там, допустим, путешественник, не путешественник, владелец айфона или владелец какой операционной системы. Это все можно настроить в рекламе. Кому вы хотите показать вашу рекламу? Если вы ведете базу клиентов, если у вас есть база потенциальных клиентов, e-mail и телефон, то вы можете этих клиентов найти в социальных сетях и показывать им рекламу по несколько раз в день. Причем разная реклама, причем разным клиентам, разные предложения делать. Вы можете тестировать, какое сработает лучше и, в общем-то, сильно повысить конверсию. Посетители сайта или ваших страниц, конкретные посетители той страницы или посетители вашего сайта, вы можете настроить рекламу, чтобы человек, какая категория клиентов увидит вашу рекламу. Чтобы посетители одних страниц видели, а посетители других страниц могут не видеть вашу рекламу. Это все можно настроить, поэтому если это все настраивается и приносит очень хорошие результаты, особенно чем тоньше мы нарежем сегменты наших клиентов, тем будет больше эффект. Это что касается социальных сетей, то есть знание клиентов – это один из самых важных инструментов в работе компаний. Многоканальный маркетинг. Я не нашел, к сожалению, русской картинки. Здесь все, видите, по-английски написано, и e-mail, и смс, и факс. Другими словами, если у нас есть данные клиентов, если у нас есть понимание портрета клиентов, то мы должны расширить арсенал коммуникации с клиентами, потому что одного сообщения недостаточно. Вот у нас на семинар зарегистрировалось огромное количество участников, а у нас пришло меньше 100 человек. Реально, да. Почему эти люди не пришли? Хотя только за вчерашний день больше 100 человек зарегистрировалось на это мероприятие, но в силу разных причин. У человека перегруз информации, поэтому если мы напомним ему… То есть понятно, что если я отправлю человеку 100 писем одинаковых «приходи на конференцию», он это забудет. Но если мы отправим напоминание о том, что завтра будет мероприятие с помощью смс, с помощью рекламы в Facebook, рекламы, то есть это будет немножко по-другому. Да, вот Владислав Позняков написал, что это многие знают. Да, сегодня у нас Александр Кузин выступал, и он говорил, что порядка 18 компаний в России активно используют e-mail маркетинга. Ну, возможно, где-то они еще есть, но я знаю, что очень маленький процент, если в процентном соотношении, то это меньше трех, это однозначно, скорее всего, это порядка одного процента, кто это использует. Я буквально про расширение арсенала, буквально пару слов скажу, что информации столько много, что человек пропускает большую часть, поэтому здесь мы не будем назойливыми. Естественно, денег на все не хватит, если мы будем человека бомбардировать не целевых клиентов, то, естественно, результата мы не добьемся. Поэтому, если мы возвращаемся к предыдущим пунктам, если мы знаем хорошо категории клиентов, то мы сможем правильно настроить, правильно расширить арсенал. Потому что давайте посмотрим, что два слова буквально скажу про расширение арсенала. Наш бизнес можно сравнить с такими боевыми действиями. А чем вооружен риэлтор? Давайте ревизию сделаем инструментов, с которыми он выходит на войну, на работу. Скорее всего, определенное количество встреч у клиента есть. Как правило, мы говорили о том, что 2-3 встречи с продавцом можно провести. Сначала прийти посмотреть квартиру, потом пригласить его в офис. Одну встречу можно провести с покупателем, но 10 раз приходить к человеку домой, либо 10 раз приглашать его в офис, скорее всего, не получится. Вот напишите, сколько реально с продавцом квартиры можно организовать встреч полноценных. Если мы не приводим покупателя, если мы действуем в интересе покупателя, то 2 встречи. Ну, как правило, 3 это максимум. Написали. Теоретически, да. Ну, 2-3. 23. Ну, наверное, 2-3 все-таки. Да. Мы понимаем, что это ресурс ограниченный. Поэтому, если мы не подогрели эту встречу, то мы понимаем, что у нас всего 2 боевых патрона. У нас все-таки ограничены. Мы не можем там с утра до вечера звать клиента на встречу. 2-3 патрона. Теперь давайте посмотрим, сколько звонков мы можем сделать клиенту. Ну, здесь, конечно, мы можем больше сделать звонков, но надо понимать, что все-таки во время звонка мы ничего продать, ну, в таком полноценном формате ничего не сможем. Мы можем назначить, опять же, встречу, либо пригласить на мероприятие. Ну, вот количество звонков. Ну, понятно, что звонок сопровождения, там, как у вас дела, там, продается квартира, давайте, как изменилась цена, там, такие вот звонки сопровождающие, их можно сделать больше. Но все же, все же, их количество тоже ограничено. Мы не можем человеку звонить каждый день и говорить, уважаемые товарищи, там, продаете вы квартиру, не продаете квартиру, какая у вас цена, давайте я там исправление сделаю какое-то в прайсе. То есть, клиент не этого от нас ждет. И, да, здесь получается, что, ну, грубо говоря, у нас есть еще некая обойма, там, в газовом револьвере, да. И вот теперь мы понимаем, что если будет исход битвы, в котором нам противостоит армия, вооруженная всеми инструментами, да. Понятно, что у нас будет, если у нас вот количество, если у нас арсенал очень скудный, то у нас будет низкая конверсия на переговорах, потому что у нас встречи две, мы не подготовили, клиент пришел холодный, клиент раздраженный, сотрудники, получается, выгорают, сотрудники уходят. В результате снижается прибыль. Ну, вот такие результаты получаются. Что можно расширить? Каким образом можно расширить арсенал? Вот я буквально несколько инструментов написал. Ну, я покажу просто несколько примеров дальше, потому что времени не очень много, просто у нас сегодня последнее мероприятие, я завершаю сегодня конференцию, поэтому минут 10-15 у меня есть еще, но вот мы уже в тайминг не вкладываемся, да. Полезный контент, да, полезным контентом человек может читать ваши статьи каждый день, может прочитать 10-20 статей и получить полезную информацию. Отзывы, рекомендации, особенно если отзывы в формате кейсов сделаны. Если книга у нас есть, продающие отзывы, если не читали, то обязательно прочитайте. Емейл маркетинг, тоже спокойно клиенту можно отправлять 2-3 письма в неделю, спокойно, то есть мы не будем навязчивым. Когда у нас идет распродажа квартир, мы отправляем письма клиенту каждый день, а иногда бывает по 2 письма в день. И в принципе люди нормально на это реагируют, потому что они подписались на короткую такую рассылку о распродаже. Дальше, работа в социальных сетях, да, ваши публикации человек может видеть. То есть, грубо говоря, человек помещается как огурчик в некий рассол и он куда не приходит, он везде видит вас. Он зашел, увидел на блоге статью, он увидел отзывы где-то вы поделились в социальных сетях в формате кейса такого, где рассказывается история клиента. Он получил письмо на почту, он зашел, посмотрел видео, он получил приглашение на мероприятие и получилось, что он постепенно, постепенно, постепенно дозревает. Обратите внимание, в большинстве случаев эти инструменты не требуют, ну они требуют, естественно, ручной работы, настройки, но впоследствии часть работ, большую часть работ можно автоматизировать. В отличие от встреч, которые мы проводим с клиентом, которые мы как-то клонировать, автоматизировать не можем. Ну, наверное, кроме мероприятий, которые мы проводим, когда групповые продажи, когда во время автобусного тура или когда во время семинара мы продаем сразу несколько объектов. И я просто покажу, что мы делали. Это интервью, причем даже если вы выйдете к журналистам и заплатите какую-то сумму, это отобьет все ваши затраты, потому что, ну, качественная съемка, хороший антураж, причем, я хочу сказать, стоимость, которую берут, если вы правильно проведете переговоры, правильно говорить не по коммерческим расценкам, а если у вас будет интересный контент, то люди это смотрят и это всегда окупает. Вот это инвестиция, которая окупает всегда себя. Дальше, отзывы клиентов. Если вы делаете полноценные отзывы с видео, вы выкладываете, вот если зайдете, посмотрите, то есть фотография клиента, есть жизненная история. Мы эти отзывы активно используем в журналах, мы делаем из них, на стенд украшаем нашего описа, вот они, стены нашего кабинета расклеены этими отзывами. То есть человек видит, что это вроде как бы, она воспринимается как непрямая реклама. Далее, если мы говорим про социальные сети, то это может быть и видеомаркетинг. Для нашей компании мы делали, это могут быть интервью, это могут быть видеоприглашения, это может быть прямая реклама, это серию, которую мы запустили недавно, советы покупателям, советы продавцам квартир, которые мы делаем, это полезный контент. И получается, что еще можно, это мероприятие для клиентов. Вот это, в частности, мы проводим вечер карьеры, на котором собираем всех заинтересованных тех людей, кто заинтересовался работой в сфере недвижимости. Интересное тоже мероприятие и позволяет собрать достаточно много людей и позволяет набрать сразу группу учащихся фактически с одного вечера. Кстати, напишите, кто проводил подобное мероприятие, вечер карьеры, ну просто чтобы понимание есть, нет, о технологии этой. Очень интересный инструмент, то есть вместо того, чтобы беседовать с клиентами, с риэлторами один на один, вместо того, чтобы объяснять плюсы и минусы работы в недвижимости, мы собираем сразу аудиторию, вот пик было, собиралось порядка 50 человек, регистрировалось еще больше, там под сотню регистрировалось людей. И это позволяет отобрать самых-самых мотивированных, во-первых, посмотреть весь срез, да, они сидят все перед тобой, они, ты видишь сразу, как человек тебя слушает, какие он вопросы задает, ты видишь, горят у него глаза или не горят, и, в общем-то, уже сразу на некоторых можно поставить крест. Насколько он внимательный, насколько он пунктуальный, это даже вот только-только-только, как он на семинар пришел. Ну, это я, скорее всего, анонс, не анонс, а расскажу про эту технологию чуть попозже, когда будет тема кадра. Если кому интересно, вы, в принципе, можете написать, я какие-то дополнительные материалы сброшу. Я выложу потом адрес почты, если кому-то интересно, просто сейчас не тема другая, чтобы нам не уходить в сторону. Просто фотография с вечера карьеры, оно не совсем, хотя я говорил про привлечение клиентов, это все-таки потенциальные наши сотрудники. И теперь представьте себе, что как изменится ваш бизнес, если клиенты получают от вас письма, они подписаны на вас в социальных сетях, они смотрят ваши видео, они приходят на мероприятия, и настроена адресная реклама. Но согласитесь, что встреча с риелтором произойдет, выше конверсия будет, намного выше конверсия. Ну, вот кто согласен, что конверсия будет выше, если вы внедрите вот эти все технологии, и риелтор, ему будет проще заключить договор, что риелтору будет проще, он получит меньше отказов, он получит, скажем, ему проще будет общаться с клиентом, ему будет, ну, в принципе, я думаю, что здесь эта технология очень интересная, и когда клиент погружается вот фактически в контент, который вы выдаете, причем это не требует, я хочу два слова сказать, у нас фактически, у нас отдела маркетинга в компании общитель. То есть у нас есть пару человек, которые мы подключаем, они на удаленной работе, и по большому счету настраиваются статьи, настраиваются видео, это все можно сделать и можно внедрить, главное было бы желание у компании. Яхта, да, перешли от контента к воспитанию клиента. Очень важный момент. Воспитание клиента, то есть если мы клиенту не заложили какие-то вот стандарты нашей работы, если мы не объяснили ему, как мы работаем, и в чем наши преимущества, то он где-то, скажем так, если ребенка не воспитали родители, не воспитала школа, да, то его воспитывает улица в таком, хотя улица это тоже хороший воспитатель, и даже если родители и ребенок, и школа воспитывает, но он получается как беспризорник, и где-то он урвал информацию в одном месте, где-то он урвал информацию в другом месте, и он приходит такой, знаете, как человек, которого вообще непонятно где он воспитывался. И вот очень важная задача, чтобы вот этим контентом мы заложили в клиентах правильные установки, чтобы клиент пришел и говорит, да, я знаю, что для продажи квартиры надо работать с одной компанией. Да, вот я посмотрел, сравнил, я выбрал вашу компанию, то есть человек пришел, фактически на переговорах потратится несколько минут, если он уже подготовлен, если мы его воспитали. Это сложная работа, но у нас есть выбор, или потратить время на воспитание клиента, но потом легко заключить договор, либо не тратить это время на воспитание клиента и начинать отрабатывать возражения, которые впоследствии потом возникают. Ведь там 70% писем, которые я получаю от руководителей, это сможете ли вы провести у нас тренинг по отработке возражений. Ну, тренинг провести можно, только на каждое возражение, которое мы отработаем, появится еще 10 новых возражений, потому что если нет вот этого воспитания, то возражений будет все больше, больше, больше и больше. И почему это возникает? Да потому что все очень просто. Я этот, там буквально три слайда, я их раньше показывал, просто чтобы для полноты картины еще раз продемонстрирую. У нас есть три проблемы в том, что нет доверия у большинства риэлторов, статус профессии низкий, длинный цикл продаж и ограничений, у нас все-таки очень много затрачивается сил и ресурсов на ручную работу. Если у нас нет доверия, то клиент к каждому нашему слову относится очень подозрительно. То есть, если мы не растопили лед недоверия, то мы потратим очень много времени на то, чтобы его переведить. Далее, длинный цикл продаж. Клиент полгода ходит, выбирает квартиру, а нам хочется здесь сейчас и быстрее. Поэтому у нас расходятся, с ними временные сроки не совпадают и получается, что риэлтор очень часто теряет интерес к клиенту, хотя это клиент очень перспективный, очень интересный. И с ним надо просто подождать какое-то время, пока он созреет, но не отпускать его совсем, а подписать его на рассылку, пригласить на мероприятие, подогреть отношения. Ну и хотелось бы как-то, чтобы не целый день писать эти статьи и записывать видео и какие-то рассылки отправлять, а чтобы это все было в автоматизированном режиме. А у нас происходит на сегодняшний день что? Что встреча клиента происходит, помните, как знаменитая встреча, там, приходи вечером на сеновал. То есть, клиенту сразу делается в лоб предложение, он еще не знает, кто мы, он не знает, чем мы занимаемся, и вот такой удар сразу в лоб. Что можно предложить клиенту для того, чтобы выстроить с ним отношения? Я предлагаю человеку скачать обзор цен на квартиры в Красноярске. Хороший формат, который позволяет каждый месяц человеку что-то написать, как минимум одно письмо, к минимуму одно письмо, плюс пригласить его на какие-то акции, на какие-то мероприятия. То есть, вот этот формат позволяет человеку писать как минимум раз в неделю. Ну, я пишу стандартно 3-4 письма клиенту в месяц. То есть, если человек, допустим, полгода выбирает квартиру, год это 52 недели, полгода это 26 недель. То есть, он получит от меня минимум 20 письм, минимум 20 письм, а максимум 30. Потому что первые письма он получает, ну, немножко чаще, когда только-только подписывается. То есть, от 20 до 30 письм получит человек, при том, что он только заинтересовался покупкой недвижимости. Это позволяет отстроиться от конкурентов, и через какое-то время люди воспринимают уже практически как родного. Дальше. Я записывал полезное видео. Вот это видео я записывал для риэлторов Красноярска. Я делал, ну, такой, скажем, хэт-хантинг. Я приглашал, записывал три полезных видео. Реально интересные видео. Но в них я предлагал клиентам, ой, риэлторам задуматься о том, в каком компании они будут работать дальше. Тоже полезный контент, плюс приглашение к действию. Ну, и, наконец, если говорить про продающие отзывы, то есть бесплатная книга. Мы делали о продающих отзывах. Книгу написали, там, 50 с чем-то страниц с примерами, с картинками, с фотографиями наших офисов, с фотографиями, как это все выглядит, с как мы размещаем на стенах, какие у нас там щиты стоят. Ну, в общем, все интересно сделано. Книга хорошая, рекомендую. Если кто не подписывался, если кто вдруг не скачал, я уже сейчас ссылку ставить не буду, искать не буду. Напишите личным сообщением, я вам сразу отправлю. И дальше, это подогрев базы. Мы говорим о том, что вот как только мы контакты эти установили, у нас в автоматическом режиме мы куда-то клиента все время зовем. То на автобусный тур, то на распродажу, то на какой-то семинар, то ему предлагаем подписаться, то видео посмотреть какое-то дополнительное. То есть клиентам мы постоянно делаем вот такие систематические касания. Это дает результаты. Я просто покажу статистику. То есть если вы клиенту отправили одно письмо, то вероятность процентов 40, что он... То есть я взял 100% от тех, кто, допустим, явил, пришел на семинар. Либо 100% взял это те, кто пришли на мероприятие. То есть 40% приходит с первого письма, процентов 40 со второго, процентов 20 с третьего. Бывает наоборот, бывает второе письмо, провальное 20, а в третьем я тогда вижу, что мало людей пришло. Я какое-то пишу очень гневное письмо о том, что ну пора поднять некоторые части тела с дивана и прийти на мероприятие. И оно, как правило, приводит к хорошим результатам. То есть такой жесткий встряска, она очень полезна клиентам. Правда, часть клиентов будет отписываться, но зато явка будет выше. То есть иногда я так провокационно, и не очень часто скажу, я этим не злоупотребляю, но иногда я бываю не сильно... Ну как-то я не ругаюсь, не матерюсь, но человек, я думаю, себя не очень уютно чувствует, если он пропустил два первых письма и не предпринял то действие, которым я его прошу. Покажу несколько писем, которые писали клиент. Вот один из клиентов пишет, год являюсь подписчиком на ваши дайджесты, летом хотел обратиться в компанию, однако последнее сообщение распродажи заставило меня написать вам. Все, клиент сидел, он рассчитывал на то, что он год будет собирать деньги, а тут он увидел интересное предложение. Вот я уверен, что этот клиент никуда больше не отправлял заявку, ну по крайней мере при первой встрече с ним обнаружили, что он никуда больше не обращался. Он просто мониторил рынок. Вот сделали ему интересное предложение, он мог, вот если правильно сработали, такой клиент на рынок может не выйти и в общем-то мы с ним, он может просто купить квартиру у нас и в открытый доступ, скажем так, он может не попасть. Дальше. Клиент пишет после того, как скачал книжку, самый главный вывод, который я сделал для себя, что заниматься приобретением квартиры нужно не самостоятельно, а через специалистов. Вот это, когда мы говорим о воспитании клиентов, вот что я имел в виду. Клиент говорит, да, вы знаете, я прочитал все и понял, что зачем я буду этим всем заниматься. И так, это второе письмо, и наконец третье письмо. Письмо клиента. Там материалы даже читать не стал. Я решил, зачем мне ее читать, если я могу обратиться к специалистам. Вот, в принципе, вся идея нашего маркетинга, вся идея нашей воспитания клиента сводится к тому, что мы внушаем человеку идею, мы доносим до человека идею, что каждый должен заниматься своим делом. Согласитесь, что конверсия такого клиента, как правило, выше. Если вам вообще эта тема интересна, просто поставьте плюсик. Если вы считаете, что это совпадает, ваша точка зрения, с моей, то поставьте плюс, я тогда перейду дальше к следующей теме. Потому что я смотрю, когда они ставят плюсы, я как-то теряюсь, мне кажется, что меня не слушают, либо с чем-то, возможно, не согласны люди. Хорошо, отлично. То есть вот эта задача, которую мы ставим перед нашим маркетингом нашей компании, чтобы человек не выбирал между тем, что сам сделает и не сам сделает, а между тем, что обратился в нашу компанию и решил вопрос. Хорошо. И еще один из инструментов, я хотел сказать, групповые продажи. Очень эффективный инструмент. Очень эффективный инструмент, но позволяет вас клонировать. Позволяет одному человеку беседовать сразу с двумя десятками людей, может быть больше, может быть 5, 7, 10, 20, 30, но все зависит от аудитории, которую вы собрали, и вывести людей самых-самых-самых мотивированных после семинара, с которыми вы заключите договор. Семинары вообще проводятся в разных мерах. Я смотрел семинары, есть для бухгалтеров, вот кто в Москве смотрел, я там даже фотографии выкладывал, семинары для бухгалтеров. По-моему, в цирке они проводят, если кто-то видел. Да, данные рынка, да, мы берем собственные исследования, анализ рынка, изучение нескольких сайтов, анализ, беседа с коллегами, с компаньонами, с конкурентами, анализируем. Семинары для бухгалтеров, или бухгалтеров, как правильное ударение, ну ладно. Для пациентов я видел, собирают семинары для, опыт американский я видел, что собирают пациентов для пластических операций, собирают для стоматологических имплантаций, такие семинары есть. Я видел в Санкт-Петербурге школу мам, они собирают женщин на определенных стадиях беременности, делают для них семинары, что-то им там дальше продают. Дальше видел семинары для туристов, которые там семинары подробные. Ну, кстати, даже вот всем известные таймшеры, тоже технология очень похожа, да, когда люди собираются в одном месте, заинтересованные люди, дальше идут продажи. Что мы делаем в нашей компании? Мы делаем экскурсии по новостройкам, вот даже здесь сохранилась на фотографии, если правый нижний угол вы посмотрите, сохранилась в правом нижнем углу дата, но это еще не первый семинар, у нас с 2014 года мы такие семинары проводим. Очень хорошие результаты, эффективно собираются, ну, опять же, погодные условия, все влияет, да, когда жарко, когда холодно, люди могут отказаться, люди могут сместить, с одного переписаться на другой. Ну, согласитесь, что человек, который говорит, я хочу посмотреть квартиры в каком-то районе, я для себя не определился и хочу, чтобы вы помогли с выбором. Вот, если так переадресовать, то, в принципе, это очень потенциально интересный для нас клиент. Дальше, ну, вот это вечер карьеры, я уже про это говорил. Дальше, это тематический семинар, это мы делали для владельцев материнского капитала, ну, здесь очень хорошо видно, что это мамы, что это мамы, у них детишки на руках. Я думаю, что видно картинку, вы сумели детей разглядеть. И семинар у партнеров, проводили, вот с чего мы начали, это семинар у Сбербанка, ну, судя по раскраске, судя по раскраске под фирменным цветом Сбербанка. И выступление на ярмарках, вот я проводил, это была ярмарка для покупателей, для продавцов. Во всех случаях, во всех случаях, это очень эффективный инструмент, во всех случаях. Бывают, конечно, пробои, бывает, там на автобусный тур люди не пришли, потому что, ну, что там, у нас была очень хорошая погода, люди поехали на дачу, все отменили. Но самое главное, что у нас остается, у нас остается заявка клиента, у нас остается его телефон, у нас остается его почта, имя и, допустим, пожелание, где бы он хотел посмотреть квартиры. Это уже, ну, ладно, он не поехал на автобусный тур, он поедет на автобусный тур, возможно, мы сделаем для него индивидуально и свозим его спокойно, он посмотрит. В одном из городов мы помогали организовывать автобусный тур и, когда мы подошли к его проведению, обнаружилось, что фактически никто из участников, кто записался, фактически все до этого времени уже либо поехали в персональную экскурсию, либо уже отправили заявки и вышли на этап переговоров или покупки квартиры. То есть, по большому счету, это как один из способов привлечения клиентов, то есть человек может не поехать на автобусный тур, а купить квартиру раньше, если вы с ним правильно поработали. Я думаю, что, ну, это вы тоже понимаете, да, здесь сотрудники, я смотрел вначале, опытные руководители компании, у многих и 5-10 лет, я на этом дальше останавливаться не буду. Почему эффективны массовые мероприятия? Во-первых, нас видят, мы воздействуем на все системы человека, да, нас видят, мы стоим перед клиентом, мы что-то рассказываем, показываем, это мы воздействуем на визуалов. Нас слышат, это воздействие на аудиалов, да, кто-то через слух воспринимает, я думаю, вы знаете, да, что человек воспринимает через одну из систем, получает большую часть информации. Есть кинестетики, которым надо что-то потрогать, пощупать, им нужны ощущения, вот, потрогать, мы даем им какую-то раздатку, да. Если человеку показали сухие цифры, то это дигитал, человек, который воспринимает информацию через язык, цифра. И получается вот такая картина, что мы на разные каналы воздействуем нашей информацией. Я думаю, что это тоже понятно, да, что это очень эффективный инструмент. Потому что идеальная продажа, если говорить, вот, если так представить, как вообще выглядит должна идеальная продажа, вот, идеальная, чтобы сохранить время, чтобы с минимальными затратами времени продать наибольшее количество квартир, то клиенты должны собраться в одном месте. Потому что, ну, мы не можем с каждым клиентом по 2-3 часа беседовать, там, по часу заключать договора, это времени много потратим, да. Клиенты собираются вместе, это первый шаг, ну, вот, допустим, как здесь. Второй шаг, это мы проводим презентацию, ну, к примеру, там, рассказали клиенту, там, что-то вот, презентовали, что-то рассказали, что-то нарисовали там на стене ему, там. И, наконец, заключаем договора и продаем квартиры. Вот у нас есть коротенькое видео, когда, очень интересный пример, когда сотрудница наша проводит презентацию, и сразу после окончания презентации женщина выскакивает и начинает задавать вопросы, и буквально через 3 дня она стала покупателем квартиры, она для сына, по-моему, покупала квартиру, я уже деталей не помню. Но это очень хорошо видно, что, говорит, все, на этом презентация закончена, если вопросы, подходите ко мне. И прямо видно, человек выбегает из зала, буквально несколько секунд, несколько секунд проходит, мы даже выложили это в открытом доступе, эту часть завершения презентации. И, по большому счету, возникают какие вопросы, вообще, вот, 3 пункта эти, да. Как клиенты должны собраться в одном месте? Вот сейчас мне Олеся расспросила, так, в двух словах, я не смогу вам рассказать, потому что это серьезная система такая, серьезная. Мы приглашаем всех заинтересованных, кого мы видим в качестве наших риэлторов, да, вот на вечер карьеры. Поэтому мы должны проанализировать наших потенциальных клиентов, кого мы хотим увидеть, и пригласить эту категорию. Мы должны, второй пункт, вы проводите презентацию, возникает вопрос, что говорить во время презентации, что говорить, чтобы клиент заключил договор, да. И третий пункт, почему клиент должен заключить договор именно сейчас, именно с нами. И вот все ответы на эти пункты, они из первых четырех, вот, пунктов, о которых мы говорили. Это концентрация усилий, то есть мы концентрируем усилия на каких-то конкретных инструментах и привлекаем, мы не пытаемся гнаться за всеми клиентами. Мы концентрируем усилия для того, чтобы пригласить самых перспективных и самых, там, там, самых интересных для нас потенциальных клиентов. Второй пункт, нужно знать клиентов, да, не нужно приглашать всех подряд, мы должны прописать портрет клиента, то есть кого мы хотим увидеть, кого мы хотим пригласить. Третий пункт, третья причина, третий, скажем так, правильный ответ, это многоканальность. То есть мы воздействуем, мы приглашаем клиентов по разным каналам. Я считал, используется несколько десятков средств рекламы, но за счет того, что прописан очень четкий портрет, это не получается слишком дорого, потому что там есть определенные сегменты, кого мы хотим увидеть в наших рядах, да, этого мы приглашаем. Например, продавцов квартиры, мы настраиваем рекламу на продавцов квартир. Если мы хотим увидеть, там, определенного возраста людей, работающего в определенных, там, компаниях или состоящих в определенных группах, мы приглашаем этих людей с помощью, там, социальных сетей. Ну и, наконец, это воспитание клиентов, это правильный подход, когда мы подготавливаем, подготавливаем, подготавливаем клиента и делаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Вот, в общем-то, ответы, как этих людей привлечь. Теперь коротко подведем итоги. Рынок недвижимости изменился. Рынок недвижимости, поменялись клиенты, поменялась модель поведения клиентов. Поэтому мы должны, следующий шаг, это мы должны тоже измениться. Мы должны использовать новые инструменты, либо, скажем так, сделать перезагрузку старых инструментов. Ведь телефонный звонок, письмо, которое мы написали клиентам. Вот у меня здесь лежит пачка писем, я вижу там 500, может быть, 1000 писем, которые мы отправляем клиентам. Но это же нельзя назвать его новым инструментом. Это письма люди писали, первый директ-мейл был 1870-80 год, когда люди посылали предложение, письмо с предложением купить товар. Просто сейчас я сижу в офисе и вижу, что там буквально коробка с письмами лежит, огромная коробка, которую пока не отправили еще. Поэтому необходимы новые инструменты. И нельзя откладывать на потом. Если сейчас мы пропустим это время, то, к сожалению, время будет упущено, и дальше уже можно отстать, и можно безнадежно отстать. У меня есть два предложения, которые сейчас я подготовил специально для участников сегодняшнего тренинга, у участников сегодняшней конференции. Есть два предложения. Вообще, я в последнее время, если вы следите за нашими всеми материалами, то в последнее время я практически не провожу каких-то мастер-классов, таких массовых мероприятий. Я практически не провожу каких-то вебинаров, очень редко. Сейчас мы сделали, да, записываю видео, но мы как-то сосредоточились на персональной работе с компаниями, и мы подготовили несколько программ, в которых участвуют руководители либо средних компаний по размеру, либо те, кто стремится к лидерству. Это лидирующие компании, которые ставят амбициозные цели и хотят войти в число лидеров. Наверняка вы знакомы с этими нашими программами, я потом тоже, опять же, в ссылке это сброшу. А сегодня утром я думал, что вот такое можно предложить, что будет интересно большой нашей всей аудитории, и что будет интересно как раз по теме маркетинга. И посмотрел, что я проводил весной прошлого года, это было, по-моему, апрель или май, я так не помню, я проводил тренинг в электростале для мегаполис-сервис. И у нас есть записи тренинга, которые называются «Малобюджетное привлечение клиентов агентств недвижимости». Я сегодня утром как раз посмотрел, что это мероприятие может быть очень интересным и очень полезным для участников сегодняшнего тренинга. Я в шесть часов записи. В запись я выступаю, отдельно идут слайды, и там на этих слайдах есть несколько сотен слайдов, на которых я показываю разные примеры из практики нашей компании, из практики других. Для кого он предназначен? Для начинающих и опытных риэлторов. Понятно, что там и речь идет о видеомаркетинге, и о социальных сетях всего понемногу. За шесть часов понятно, что очень сложно все подготовить, но основные вещи мы разбираем. Для руководителей компании это позволяет внедрить технологию в рамках всей компании. Какие темы? Я сразу покажу. Темы такие. Сначала, как составить портрет клиента. Видео 2. Как клиенты принимают решения. Мы подробно разбираем воронку продаж. Дальше. Чем привлекать клиентов? Как выбрать правильно магниты? Четвертое видео. Это разбор практических примеров. Я отвечаю на вопросы, которые до перерыва мы задали. После перерыва разбираем участников тренинга. Там на тренинге было порядка 100 риэлторов из мегаполис-сервис. Ну и, соответственно, кто там были сторонние из Москвы, из Подмосковья. Рязань. Насколько я помню, были города недостаточно далеко. Коломна. То есть, несколько сотен километров люди приехали. Дальше. Пятое видео. Как перехватить клиента на сайте. Дальше. Как использовать продающие отзывы. Видео 6. Как риэлторам использовать видео 7. Видео 8. Как искать с помощью телемаркетинга. И 9. Используем продающие презентации. Естественно, все очень в таком сжатом формате. Все очень коротко по существу. Понятно, что каждое из этих видео можно подготовить отдельную тему. Понятно, что по каждому из этих блоков можно сделать отдельный полноценный тренинг. Даже не на один, а на два дня. Понятно, что тема очень большая. И сегодня мы сделали такое предложение, что базовые записи этого тренинга 6-часового. Есть специальная цена, которую вы можете получить, получив просто записи. Получив с обратной связью записи, в которых там, да, и дополнительно идут все слайды. Ссылки на полезные ресурсы все. Это всем участникам будет предложено. И отчет по выполненным заданиям. Это во втором, в продвинутом модуле. И VIP-модуль, это где мы даем персональную консультацию после завершения тренинга о том, как эти инструменты внедрить. Вот такая информация, которая на сегодняшний день есть. Я думаю, что записи этого тренинга будут полезны и интересны всем, кто интересуется маркетингом агентства недвижимости. Всем, кто хочет сэкономить средства на рекламе. Всем тем, кто хочет повысить эффективность коммуникации с клиентом. И те, кто хочет перейти от теории к практике. Кто хочет перейти от прослушивания к непосредственному внедрению. Вот этот тренинг, я считаю, что он очень полезный. Сегодняшние, мы сделали специальные условия для участников мероприятия. И на этом у меня все. Ссылка на подключение к этому тренингу находится, вот в чат я выложил. В чат я сбросил ссылку. Переходите, регистрируйтесь. И на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Коллеги. Ну, давайте сделаем так. Я вижу, да, очень интересно, спасибо, все замечательно. Всем спасибо за внимание. Я еще минуту подожду, может быть, кто-то пишет, потому что у меня... У меня, потому что... Идет подпись, что кто-то пишет вопросы, но пока вижу столько... Ирина, я смотрю, что есть какие-то вопросы про риелторскую деятельность. Есть вопросы какие-то в моей компетенции, есть какие-то вопросы, которые я не могу повлиять. Я не могу повлиять на результаты выборов, которые прошли у нас вчера. Я прошел, проголосовал, я свой выбор сделал. Ну, вот как-то поменять принципиально, что-то кардинально изменить. А вы перейдите по ссылке, там все написано, все... Вот если вы по ссылочке перейдете, то там все есть и... Там все есть. Есть какие-то вопросы, которые... Вот я не принимаю, я не особенно занимаюсь общественной работой, да, я занимаюсь в Союзе, Красноярском Союзе риелторов, да, там я читаю лекции, все. Но, вот честно скажу, это не очень хорошо я разбираюсь в законе риелторской деятельности. И будет он принят, не будет принят. Я думаю, что с клиентами нам придется привлекать клиентов, нам придется обучать клиентов, нам придется повышать эффективность, обучать риелторов, привлекать риелторов. То есть это вне зависимости, будет он принят или не будет. Поэтому я сосредоточился на вот том, что я могу поменять в работе нашей компании и том, что я могу поменять, помочь поменять в компаниях других.